Спускаясь в обычный пешеходный переход в районе лесного городка, ты словно попадаешь в настоящее арт-пространство. Эти теплые летние краски, переливы, даже воздух делают здесь как будто теплее. Он соединяет большой жилой район и железнодорожную станцию. Ежедневно здесь проходит около 19 тысяч человек. И если раньше им приходилось любоваться, точнее закрывать глаза на нелицеприятные надписи и уродливые рисунки, то теперь от стен глаз не оторвать. Я часто хожу на электричку, тут раньше было как-то не очень юно, а сразу становится весело, на душе пасмурный день, и сразу как будто счастье какое-то навалилось на самом деле. Необычная идея пришла сотруднице «Автодора» Евгении Рябцевой. На вандализм в переходе часто жаловались местные жители. Творческий проект представили администрации, которая его рассмотрела и поддержала. Нашли ребят, которые представили нам несколько проектов. Эскизов. Из них мы выбрали более-менее нейтральную, это вот геометрию. Надеемся, что вот эта графика порадует жителей лесного городка, вот, привнесет в них яркие краски. Преобладание оранжевого и синего, плавные переходы. Джамиль Хисамов и еще несколько человек, которые трудились над проектом, художники опытные. Ребята разрисовали скучные стены в течение 10 дней. Работали в непростых погодных условиях. Свою главную идею проекта, несомненно, реализовали. Это просто что-то такое, что не будет слишком отвлекать человека, который может здесь пройти. Но при этом это что-то яркое, что может быть даже если улыбку просто вызовет у человека, это для художника радость. Такое убранство не только дарит хорошее настроение, но и наверняка остановит неумелых художников от порчи стен, уверены специалисты. А в будущем этот красочный опыт можно будет использовать и на других городских объектах. Полина Бахова, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова